Мама С 1998 года, согласно указу президента Российской Федерации, в последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечают День Матери. Этот праздник призван воздать должное материнскому труду, их бескорыстной жертве ради блага своих детей и в целях повышения социальной значимости материнства. Нет никаких сомнений в том, что мама – это самый главный человек в жизни каждого. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества – доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. В канун этого жизнеутверждающего праздника мы встретились с двумя мамами известных спортсменов нашей республики, которые представляли Россию на соревнованиях самого высокого международного уровня. Одна из них – Зулета Давлетовна Храчева. Мама призера Олимпийских игр 2004 года в Афинах, заслуженного мастера спорта России по боксу Мурата Храчева. На вопрос, какими качествами должна обладать женщина, чтобы состояться как мать, Зулета Давлетовна, не задумываясь, ответила. Она должна, мне кажется, очень сильно любить своего ребенка, но не с любой любовью, которая бывает. И видеть в своем ребенке надо взрослого человека, не делая из него ребенка. Считаться с ним, общаться с ним, проводить много времени. Да, с женщинами бывает очень тяжело это, и домашнее хозяйство, и воспитание все-таки, детей, все. Но все равно должно быть общение, общение в кругу семьи. Каким бы примерным и послушным ни был ребенок, все равно. Иногда он балуется, не сразу может сделать, что ему сказали. Может вовсе и ослушаться. И что же делать? Как в таких ситуациях себя вести мамам? Стоит ли наказывать? Сколько мам, столько и мнений. Одни твердят, что надо все прощать и баловать. Другие, наоборот, наказывать. И весьма строго. Зулета Давлетовна никогда своего сына строго не наказывала. Она с самого детства прививала ему чувство ответственности. Будучи еще совсем ребенком, Урат хорошо понимал, что за каждое свое слово и действие он будет нести ответ. Я за всю свою жизнь никогда не наказывала своего ребенка. Что бы он ни сделал? Ну, у нас с детства он был приучен. Вот с трех лет он всегда считал, я ему всегда говорила. Ты мужчина, ты должен, ты обязан. Он в три магазина у нас внизу, под домом был. Он всегда ходил, хлеб покупал. Это была его обязанность. Он знал, где у нас деньги лежат. Брал деньги. Это вот начиная с трех лет. И вот я ему все время прививала это. Мы договорились, что мы будем с ним на равных. Что ребенок, да, я его любила, я его ласкала, я его люблю безумно. Но он узнал, что если где-то что-то, какая-то провинность какая-то была за свои ошибки, он должен отвечать сам. Никто из взрослых его проблемы решать не должен. Быть мамой непросто. Это каждодневный труд. Из лета до лет она смогла воспитать своего единственного сына так, что им сегодня гордится вся родня. И многие берут с него пример. Я горда. Я считаю, что я очень счастливая женщина. Мне в жизни повезло. Вот когда даже вот бывало, кто-то говорит, там, вот эти дети, эти мальчики, это вообще такое вот, такие проблемы, такие. Никогда ни одного дня мне мой ребенок не создал ни одной проблемы. Я не знаю, что такое переживать. Даже когда он учился в Москве, вечером он приходил, он мне звонил и говорил, мам, ты дома? Все нормально? Все хорошо? Утро начиналось. Как вы спали? У вас все хорошо? Все нормально? И до сих пор вот он, глава нашей семьи. Мы живем вместе. Он, я и его жена с нами живут. Живет племянник. Вот. И девочка очень хорошая мне досталась. Он мне дочку привел. У нее свое сердце, место в сердце его. У меня свое. Я ее очень люблю, уважаю, ценю. И она точно так же ко мне относится. Глядя на своего сына сегодня и оглядываясь назад в то время, когда Мурат был еще ребенком, Зулета Давлетовна понимает, что все делала правильно. Она воспитала настоящего мужчину, не применяя силу, не повышая голос, окутывая его лаской и заботой, при этом прививая ему чувство ответственности. Молодым мамам я хочу пожелать, не делайте своих детей, маменьких сыночков. Отпускайте их. Я все время вот себя настраивала на то, что Аллах мог мне и не дать его. Он посчитал, дал. Но он же не моя собственность. Он уже пришел в этот мир со своим мышлением, со своим будущим. Ну, просто вот надо уметь уделять внимание. Вот ребенку своему как бы тяжело не было. Да, вот я бывала готовила на кухне, он там со мной рядом, мы с ним разговаривали. И никогда я ему нет не сказала, если он у меня что-то спросил. Он мог у меня, он очень любознательным был. И 33 вопроса, и 40 вопросов. Бывает, и уставшая приходишь. Но все равно. Если даже я что-то не знала, я ему все время говорила, вот я сейчас это не знаю, я узнаю, потом я тебе скажу. Детей своих надо им объяснять и говорить, что вот если даже ты не знаешь, надо уметь это признать. Они тоже же многого чего не будут знать в свое время. Я считаю, учиться не поздно. Я чему-то и у него училась. По словам Зулеты Храчевой, Мурат рос послушным. Она не может вспомнить ни одного случая, за который ему было бы стыдно. Но несмотря на свою мягкость, свое мнение он мог отстоять. И зачастую в той или иной ситуации решение было за ним. Это говорит о том, что у него есть характер, говорит Зулета Давлетовна. Вот он вот такой у меня был, мягкий. Но и в то же время у него стержень. Вот сейчас вот мы, вот он глава нашей семьи, вот он нас может собрать. Нам надо посоветоваться. Мы советуемся, а выбор, решение его. Он что выбирает, что решает. Он мужчина. И с этим надо считаться. И считаться надо с этим. Молодой маме бы я пожелала с детства, что вот они вырастать должны мужчинами. Мама – это начало всех начал. Это источник доброты и света, заботы и любви. Это опора всей семьи. То, каким вырастет ребенок, во многом зависит именно от матери. Мама моя – такой человек очень решительный, целеустремленный. И умеющий добиваться своих целей. И вот эти качества привила мне тоже. Поэтому я у нее научился. В меру требовательная, справедливая. Умеет смотивировать, чтобы какую-то работу сделать, чтобы цель какую-то достичь. Поддержать может. Очень организованный человек. Много таких положительных качеств. Это те, которые и стали для меня образцом с детства, которыми и впоследствии в жизни я руководствовался, и до сегодняшнего дня я руководствуюсь. Мурат Храчев пришел в бокс после спортивной гимнастики. Ему уже было 12 лет. Заняться боксом ему предложил отец, но решение принял сам мальчик. Задача родителей была поддержать его во всем. Первым другом и соратником на протяжении всей жизни для Мурата была и остается мама, которая всегда и во всем его только поддерживала. У Мурата было много побед, но в спорте без поражений не бывает. Но ни разу мама не упрекнула его в том, что он не смог выиграть, а наоборот, только поддерживала и учила его не сдаваться. Только вперед, говорила она. Есть мечта, значит иди к ней. Результат – олимпийская медаль. Она научила меня мечтать. И мечтать по-крупному. И не бояться добиваться реализации этих желаний, добиваться этих целей. И всегда она говорила, что если очень сильно ты захочешь, и приложишь для этого все возможное, то это обязательно получится. И вот этот принцип, он с самого детства, я его применял в спорте. И мои победы, которые я хотел достигать, результаты, которые я хотел достигать, я вот благодаря именно этому качеству, которое призвала мне мать, это мечтать и желать, и прикладывать усилия для достижения своей цели, именно это мне помогло. На вопрос, есть ли хоть одна маленькая черта, которая тебе не нравилась бы в твоей маме, Мурат, как настоящий любящий сын, не стал на него отвечать. Ну, я тогда не буду отвечать на этот вопрос. Такого нет, да? Моя мама лучшая на свете, да? Да. Ну, так и должно. Да, да, я уверен, что каждый должен так. Даже если где-то в сердце у него может быть, даже если и есть такие мысли, он, конечно же, должен всегда их оставлять при себе. Не должен это... Мама? Все, мама это святое, да. Сто процентов человек должен делать, это он должен самосовершенствоваться всегда. Он должен работать над собой. Он должен быть очень требовательным к себе. Он должен задавать себе постоянно вопрос, хороший ли я отец? Хорошая ли я мать? Хороший ли я муж? Вот. Хороший ли я сын? Вот. В отношениях, допустим, молодой родитель, он всегда должен быть к себе требовательным. Он должен стать самым лучшим отцом. По умолчанию, конечно же, дети, они восхищаются своими родителями, они им как бы по гроб жизни должны. По умолчанию, да. Но это не значит, что родитель не должен самосовершенствоваться, быть требователем к себе и работать над собой. Сегодня Зулета Давлетовна благодарна Всевышнему за то, что у нее такой сын. Ей есть кем гордиться. Мурад же, в свою очередь, бесконечно любит свою маму и благодарен ей за все. Ему есть за что сказать спасибо, мама. Мама, будь всегда со мною рядом. Мама, мне ведь больше вам не надо. Следующие герои нашей передачи тоже хорошо известны нашим телезрителям. Это семья Саидовых. Мы не раз рассказывали в своих сюжетах о знаменитом спортсмене, нашем земляке, заслуженном мастере спорта России, серебряном призером летней универсиады в Китае Ринате Саидове. Но сегодня не о нем, а о его маме, которая, как утверждает сам Ринат, приложила максимум усилий, чтобы вырастить из него в первую очередь порядочного человека и уже потом именитого спортсмена. Нелли Сахатбиевна – мама двоих детей. И по ее мнению, нет определенной формулы воспитания, но начинать воспитывать необходимо с самого раннего детства. Стандартной формулой, чтобы воспитать достойного человека в обществе, нет. Никто из матерей, ни один человек не скажет, что изначально, что он вырастет или чемпиона, или ученого, или космонавта. Определенной формы, определенных стандартов нет. Но в процессе воспитания все как в копилку. Вот надо положить в ребенка просто вот каждый день какие-то, может быть, какие-то определенные стандарты добрых дел, обязательного труда, какие-то домашние заботы. Все положительное, все доброе, все хорошее, как в копилку, вы каждый день. Став матерью, сознание женщины полностью меняется. Кардинально меняется вся твоя жизнь. Уже никогда не будет так, как раньше. И каждый день, давая своему ребенку все больше любви и тепла, заботясь о нем, вы должны помнить, что ваш ребенок – это личность, хоть и маленькая. И даже если он нашкодил, первое, что должна сделать мать – это поговорить с ним, не повышая голос и тем более не применяя силу. Никогда силой с ребенком разговаривать не надо. Только разговор на равных. И как притча моей бабушки, я еще приведу пример. Если ребенок поднимает на тебя глаза, и ты сверху на него орешь, это не методика. Надо опуститься на уровень с глазу на глаз. Вот эта методика с глазу на глаз тоже срабатывает. Ребенок должен действительно видеть глаза матери наравне. Для всех жителей Земли мама – это самый дорогой человек на свете. Близких людей может быть много, но человек, который подарил тебе жизнь, только один – любовь, ласка, тепло и уют. Вот что должно царить в доме. Тем более, где растет ребенок. Именно этого принципа придерживалась Нелли Саидова, окружая своих детей заботой. И сегодня она счастливая мама и бабушка, которая очень горда своими детьми. Я очень, конечно, довольна. Всех высот мои дети добились. Что и сын добился того, чего я бы хотела, чтобы он добился. Ну, насчет дочки. Я очень довольна. Тоже закончила два вуза и два высших образования. Магистратура. Все на красный диплом. Все три диплома красных. И тоже, конечно, она получила самую высокую планку. То, что я хотела увидеть в ней. Ну, сейчас она мама, тоже воспитывает маленьких детей. По моему, наверное, методике. Где-то что-то, если она не так делает, конечно, я подсказываю. Я вижу, что она как-то, скажем так, копирует, наверное, мою методику. А дальше я сама вижу. Ну, мы всегда в процессе перенимания. Да я у нее тоже что-то перенимаю. Даже сейчас. Вообще нельзя эту цепочку терять. Внуки, бабушки, мамы. Вообще. Это такая сладкая цепочка. Особенно с бабушками, с дедушками. Все, чем больше семья, тем лучше. Нелли Сахарбиевна убеждена в том, что у всех детей есть какой-нибудь талант. И задача родителей рассмотреть его и развивать ребенка в этом направлении. Ну, если где-то твой ребенок способный, не теряйте, надо вытащить его, вот его способности использовать. Если ты видишь в ребенке, это мама чувствует с седьмым чувством. Если мама чувствует, что это ребенок способный, я знала, что мой ребенок, например, сын, он сразу, конечно, с неспособными не рождаются. Способности проявляются. И поэтому сразу я не чувствовала. Просто он был чуть болезнен, я старалась его как-то сохранить в здоровье, здоровье, здоровье. Акцентированное там здоровье его вышло. Вот это все, скажем так. Но способности ребенка у каждого есть. Дочка хотела учиться. Вот дочка хотела учиться. Она была, у нее синдром отличницы, наверное. И она была хотела, и я старалась ее. И на английский, и на французский. Ну, конечно, исходя из своих возможностей, надо всегда давать детям. Лучше не дай и дайте, но дайте образование, дайте секции, дайте все, что можно дать ребенку. В карьере своего сына Нелли Саидова сыграла, можно сказать, самую важную роль. Именно она его привела в спортзал. Именно она настояла на том, чтобы он ни в коем случае не бросал. И именно она поддерживала его во всем и стала самым главным его болельщиком. Какая у тебя мама? Мама? Крутая. Очень с таким стержнем. Я думаю, если бы у многих мужчин такой характер был бы, как у моей мамы. Наверное, особенно у спортсменов, то добились бы, наверное, высоких результатов. Во всех спортивных достижениях Рината Саидова огромная заслуга его мамы. Наверное, я бы уже давно бросил бы спорт, если бы не мама, как говорится. Вплоть до преследований в игровых залах. Ну, как любой подрастающий юноша, все же интересно. Где-то за гаражами побегать, в игротеку сходить. И вот мама оберегала от этого всего. С каждым годом День Матери становится все популярнее в российском обществе. И это замечательно. Сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили своим мамам, сколько бы поводов для этого не придумали, лишними они не будут. Мама – это самое святое, самое дорогое, что есть у человека. Не зря же в двух мировых религиях, как ислам и православие, почетное место занимает именно мать. Рай находится под ногами ваших матерейского пророка, салли Аллаху, алейки и вассалям. И в Куране мы все знаем, каждый мусульманин знает, что в Куране есть 114 сур. Там ни в одной суре нет сура мужчины. Из 114 сур нет слова мужчины, название суры. А есть название суры Анниса, это означает «женщины». То есть вот до такой степени мать возвышается в исламе. В христианстве самое доброе и самое светлое отношение именно к матерям. Роль матери – это самая высокая роль, потому что мама участвует в воспитании. И мы знаем, что на первом месте всегда стоит воспитание. Они воспитывают девушек, потому что они являются хранительницами домашнего очага. Они воспитывают парней, потому что та ласка, та любовь, которая должна быть присуща любому ребенку, она прежде всего впитывается именно с молоком матери. То, что он слышит, то, что он видит. И ее пример, он играет самую-самую большую роль в том, чтобы ребенок, выросший, стал настоящей личностью. Пока есть мама, вы не одиноки. Вы нужны и вы любимы, самый близкий и самый дорогой человек на планете. И те, кто с почетом и уважением относятся к своим мамам, те, кто любят и ценят их по-настоящему, у них все в жизни получается. Пример тому – наши сегодняшние герои, знаменитые спортсмены и их мамы. И, как говорят сами ребята, «Если бы не мама, из меня ничего толкового и не вышло бы». Я с этим абсолютно согласна и призываю вас всех уделять как можно больше внимания своим мамам, говорить им как можно чаще слова любви и простое «Спасибо, мама! Спасибо за то, что ты есть!». Мама, ты самое дорогое, что у меня есть! Мама, ты моя жизнь! Я благодарна тебе за все! Мама, спасибо, что ты есть! Мама, самое главное, самое любимое, самое ценное в жизни! Мам, я тебя очень люблю! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...